Утро под серебряным дождем 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 Утро под серебряное дождем Утро под серебряным дождем заговоры, чистка аура и заклятие на привлечение любви финансов. Ой, я тут увидел, значит, такой мем, наверное, видео в интернете, говорит, ну как вы не знаете финансовую грамоту? Значит, человек такой кавказской внешности, казах, казах говорит, ну слушайте, ну я не понимаю, как люди бежут денег, ну что вам трудно, ну один раз взять, вот допустим, красные трусы забросить на люстру, и все, деньги будут. Или вот вы выносите мусор, мусор выношу, деньги приношу, и все, и сразу же вам придут деньги. Вот смотрите, я миллионер, вот она, вот он, секрет финансового успеха. Как интересно. Я думаю, секрет финансового успеха сейчас закончат какие-нибудь реально курсы тарологов, а может быть не заканчиваясь, просто начать продавать эти услуги. Это точно. Ну, наконец, в преддверии музыкальной композиции тут у нас новый гендер изобрели, уж простите, да, это такая скользкая информация, значит, девушка на видео из Америки изобрела новый гендер, она заявляет, что она транс-богачка. Значит, я идентифицирую себя как транс-богачка, что означает, что я богатая девушка, застрявшая в теле нищенки. И это одно из самых тяжелых испытаний, с которыми мне приходится сталкиваться в жизни. Это самое трудное. То есть мы не нищие, мы просто транс-богатые. Я хотел сказать просто, мы, наверное, развитая демократическая страна, застрявшая в теле чего-то другого. Чего-то другого, да, я с тобой согласен. Небольшим мостиком к завтрашнему утреннему эфиру «Невиниловой пятницы». Сегодняшняя композиция, я просто назову тех ребят, которые там принимают участие. Эдди Ведер, «The Strokes» и «Джош Хоми». Ну, сразу понятно, что заиграет. «Mersi, mercy me». Нет, непонятно, что заиграет. Как раз таки. Это уникальная вещь, которая вышла на альбоме, где известные музыканты коллаборировались с музыкантами с улицы. Все сборы от продажи пошли на помощь бездомным в самых разных уголках земного шара. Это очень серьезная акция. Посмотрите, пластинка вышла в 2017 году. И это фактически каверы очень известных вещей, вот не менее известных музыкантов. «The Strokes» и «Джош Хоми». «Mersi, mercy me». Известная композиция, перепета им специально для альбома, выпущенного в благотворительных ценах. Плюс 7903, 7976, 3333. Координаты прямого эфира. Давайте продолжим с новостями. Кембриджский словарь английского языка. Мы не так давно говорили, что, по-моему, какой оксфордский словарь выбрал словом года. Искусственный интеллект. Да, «artificial intellect». Эти решили, значит... Соригенальничать. Галлюцинировать. Вот так вот. Да, как говорится в пресс-релизе, этот глагол приобрел новые значения с развитием технологии искусственного интеллекта. Друзья, речь идет о значении этого слова в контексте создания искусственным интеллектом ложной информации. Ну и создавать лишние такие галлюцинации. Продолжая с темой искусственного интеллекта, YouTube собережается обязать авторов контента помечать ролики, при создании которых использовался искусственный интеллект. Видеосинтетическими изображениями и отредактированные материалы получат специальные метки уже в ближайшие месяцы. Причем сам YouTube, насколько мне известно, будет проверять все видео на предмет использования искусственного интеллекта, даже в тех случаях, если автор ролика об этом не сообщил. Четлане, привет. Отдельный привет сразу же нашей трансляции тем, кто нас не только слышит, но еще и видит. Да. Кстати, опять же, продолжая тему искусственного интеллекта, тут выяснилось, что голос французской певицы Эдит Пиаф воссоздадут как раз-таки с помощью этого самого искусственного интеллекта, чтобы использовать его в озвучивании биографического фильма о ней. Отлично, кстати. Да, картина под названием Эдит должна рассказать о жизни артистки, начиная с 20-х годов и заканчивая 60-ми. Действие развернется в Париже и Нью-Йорке. Проект, как обещают его создатели, раскроет аспекты жизни Пиаф, которые ранее были массово неизвестны. Проработкой Байопика займется Warner Music Entertainment и продакшн-компания Seriously Happy. Серьезно счастливой. Сценарий ленты написали Жюли Вейль и Жиль Морлияк. Вейль сказала, что ее история это история невероятной стойкости, преодоления трудностей и пренебрежения социальными нормами ради достижения величия. И она также актуальна сейчас, как и тогда. Канемаграфисты намерены возродить узнаваемый голос и образ Пиаф, чтобы еще больше усилить аутентичности и эмоциональное воздействие ее истории. Фильм использует оригинальные записи, песен Пиаф, в том числе такие хиты, как Лев Ейнрос и, конечно же, я произносить это не буду. Вот так вот. Мы не французы, да? Зачем коверкать этот прекрасный и красивый язык? Тем более прекрасный голос Эдит Пиаф. Ну, это же великолепно. Я искренне надеюсь, что искусственный интеллект отработает на все 120 процентов и выдаст прям вот аутентичный оригинальный голос. Правда, у меня опять тут возникают юридические вопросики по поводу прав. Ну, Эдит Пиаф не так давно, так скажем, все-таки творила. И, наверное, может быть, кто-то остался, кому принадлежат права на ее голос. Пусть французы с этим разбираются. Это их национальное достояние. У них все где работают, тем более. Там, если что-то не так, все порешается очень быстро. Давай несколько забавных новостей. Или, может быть, в преддверии как раз-таки обзора кино стало известно, что Дензел Вашингтон, известный американский актер, сыграет роль карфагенского военачальника Ганнибала в новом проекте Антуана Фукуа. Он известен нам, прежде всего, по таким фильмам, как «Тренировочный день» и «Великий уравнитель». Сообщает об этом «Дедлайн». Ну да, и как это сейчас часто бывает, режиссер снимает эту эпическую драму для Нетфликса. У проекта пока нет названия. При этом сценарий картины напишет трехкратный аж номинант на премию «Оскар» Джон Логан. Он отвечал, в частности, за «Авиатора» в свое время, «Гладиатора» он тоже написал, и «Последнего самурая» тоже. Но предполагается, что фильм «Фукуа» расскажет о ключевых битвах, которые Ганнибал вел против Римской республики во время Второй Пунической войны. Она шла между Римом и Карфагеном, как известно, в 2018-2001 годах до нашей эры. Нужно ли говорить о том, что тут забавная, конечно же, мобильная игра появилась у нас, помимо «Все нормально». Помните такой забавный мем, где собачка сидит посередине «Горящего дома». Мой любимый. Мне даже как-то значок моему коллегу подарила с таким, да, в тяжелые времена. Значит, вот Андрис Гуарич создал на основе этого мема мобильную игру. Об этом сообщаете на сайте проекта. Она уже появилась в магазинах, но в отличие от того же самого мема, который называется «This is fine», типа «Все нормально», там нужно чашки кофе, я так понимаю, искать, бегать и заливать вот этот огонь. Странно, кофе заливать огонь. И вообще, мне кажется, вот эта концепцию мема теряет. И меняет вообще, и зачем так делать. И там три локации еще, там кухня добавлена и гостиная. Это неинтересно, потому что прикол-то был в том, что собака сидит во время этого пожара и ей все по барабану. Она делает, что все нормально. Я поэтому и так не понимаю, а зачем нужно было игру с этого разрабатывать? Да, и зачем тушить-то этот пожар? А потом что, а если неудачная игра «Собачка» сгорела, что ли? Это тогда... Тоже страшно. Вообще, мем тогда куда ушел? Тогда надо было делать игру, кто дольше всего просидит в этом пожаре. Вот, вот это уже интересно, да, собаки или кошки, кто умнее. Кстати, Брэнд Окли выпускает легендарные очки, которые носил Тайлер Дерден в бойцовском клубе. Вот это класс! 25 лет назад они последний раз были в продаже и теперь снова возвращаются. Выглядит, кстати говоря, абсолютно сумасшедшим образом. Ну, они, в принципе, если вы смотрели, помните этот фильм «Бойцовский клуб», это очень редкая такая модель и приятно, что она возвращается. Я вообще, честно говоря, удивилась, что это были прямо очки, которые продавались, выпускались. Я бы даже думала, это какая-то просто, ну, костюмеры что-то там придумали, вот и на Брэнд Питт напялили. Как только фильм вышел, они выпустили Окли, сделал даже рекламную кампанию, они выпустили эти очки, я же это прекрасно помню. Но они за год исчезли из продажи. Я не знаю, почему. Буквально вот год прошел. В смысле, почему их Брэнд Питт носил? А, ну да, извините. Ну, все логично. Кстати, вот про такие тенденции. Тут Крокс заколабился с Макдональдсом. Класс, кстати, вообще. Да, и выпустил новую коллекцию обуви, навеянную символами ресторана. Любителям бургеров теперь можно вот эти самые бургеры себе прилепить на Кроксы. Конечно. Что там же вот эта птичка и фиолетовый монстр есть. Ну, смотри, там четыре модели. Значит, Макдональдс плюс Крокс, классик Локс, это такие классические красные мюли, созданные с учетом фирменных цветов и блюд Макдональдс. Значит, Гамбурглар. Гамбурглар это такой персонаж империи Макдональдса. Тоже саба в черно-белую полоску с его любимым блюдом, гамбургером. Гримаса и кросс-козий сэндал. Это сандалии из искусственного меха. Прошу обратить внимание. А вот ремешки украшены фразами героя и его любимым лакомством, ягодным коктейлем Гримас Шейк. Ну и, наконец, Бёрди и Крокс Классик. Это классические желтые и розовые саба, созданные в честь птички Бёрди. Ее любимый пункт и меню Макдональдс Эгг Маффин. Также, кстати, в коллекции можно приобрести крылатые розовые носки Бёрди. Полосатые носки. Пушистые носки. А также различные значки, естественно, в виде символов и блюд ресторана быстрого питания. Пара мюли, кстати, из новой коллекции стоят от 70 до 75 долларов, а носки по 20 долларов за пару. Ну, кешево по-американским ценам должен заметить. Ну, Кроксы вообще не дешевые, кстати. Да, но они хорошие. Ну, говорят, что универсальные обувь. Знаешь, у меня, честно говоря, не было никогда никаких Кроксов. Я никак не могу дойти до того, чтобы надеть их. Слушай, у меня две пары. Есть очень-очень удобная обувь, но всесезонная. Ну, вот я видела этот мем, когда говорят, вот я в Кроксах утром встаю, иду в магазин, потом из них же иду в спортзал, занимаюсь там же у них, потом иду дальше. Легко. И всегда, да. Пишите вы нам плюс семь девятьсот три, семь девять, семь шесть, три три, три, координаты прямого эфира. Ну, а как же японский очечный бренд Мацуда, в который входила Сара Коннор в Терминатор 2? Ну, это мы сейчас, знаете, с вами сколько можем вспомнить? А как же Рэй Бен, в которых там, я не знаю... Кто только не ходил. Кто только не ходил. Таких брендов очень много, просто тут специальные очки были. А вот очки Сара Коннор известны, да? А очки самого Арнольда Шортснеггера? Ну, вот Терминатора, соответственно, который он отобрал у... Незадачного байкера. Слушай, а я вот сейчас подзовицу, я не знаю, кто их изготавливал. Вот мне тоже стало интересно. Они форму имели оригинальную, я не помню, какой там был, или там какой-то отдельный бренд, вот честно. Ну, вот эта вот модель, она была, в принципе, в 90-х довольно популярной. Сейчас она ушла, и сейчас это скорее как раз-таки напоминание 90-х такие вот очки. А как же капли, друзья? Ну, вот капли, это классика вот эта. Вот мне кажется... Нет, ты имеешь в виду капли, которые из Матрицы, вот которые как в Пенсусе, что ли? Нет, нет, нет. Том Круз снимался, как он, Топ Ган назывался? Топ Ган, да. Это же, по-моему, от этого фильма пошла. Это Рэй Бен. Это Рэй Беновская классика. Ну, это авиатор, по-моему, они, да? Рэй Беновиатор, конечно, Рэй Беновиатор. Понял, понял, понял. Это классика как раз-таки Рэй Беновская. Вот еще были очки у этого высокого из Матрицы, помните, которые на переносице крепились? Вот, вот, вот. Кругленькие такие. Кругленькие такие. Они продаются до сих пор, до сих пор доступны. С ума сойти. Тут, конечно же, забавные вообще вещи иногда приходят. Вот, к примеру, бренд Снарк, усколь мы продолжаем, так сказать, с продуктами, выпустил комплект постельного белья La Clashard. Я позволю себе произнести это название. Дело в том, что в французском в переводе это означает бомж. La Clashard, или бродяга. Значит, выглядит он реально как... Ну, это постельное белье полноценное. Оно новое, друзья. Оно новое. Но выглядит как очень старое, мятое и грязное. Затертое. Да, и кажется даже, что запашок должен быть соответствующий, но, наверное, я думаю, он пахнет чистым все-таки бельем. И стоит, кстати, 69 евро. На секундочку. Внимание, 6700 примерно на наше. Сейчас уже подешевле. Вчера евро пробило только 90. Пробил. Вчера что-то все пробивали, пробивали. Все, все, бьем дно. Редкую почтовую марку с изображением самолета Кертис Джейн-4, известную как перевернутая Джейни, вчера продали на аукционе за рекордные 2 миллиона долларов, сообщает об этом Арт-Ньюс. Марку приобрели на торгах, организованных аукционной галереей Роберта Осигела. По словам президента галереи, Скотта Траппелла, проданная марка лучшей из выпущенных и 100 экземпляров. Да. Мы проследили за каждой маркой и уверены, что ни один другой пример не сравнится с этим. Для коллекционера просто не может быть ничего лучше. И цена продажи отражает этот факт. 2 миллиона долларов. Филателисты, филателисты, как вы там? Да, кстати, серия марок перевернутая Джейни была выпущена в 1918 году и посвящена первому в мире регулярному маршруту авиапочты. Каждая из 100 марок стоила изначально всего 24 цента. Вот вложение-то выгодно, да? Да, я думаю, люди тут в золото, в бриллианты, в биткоины вкладывают марки. 24 цента и 2 миллиона. Вот это разница. Это получается в 20 с лишним миллиона раз поднялось. Бюро гравировки, напомним, при полиграфии при печати допустило ошибку и изображение самолета оказалось перевернутым. Из-за этого большинство листов с марками уничтожили. И остался лишь один, на котором помещалось как раз 100 марок. И в результате эта марка «Перевернутый Дженни» стала одной из самых известных в американской истории. В частности, она упоминается даже в анимационном сериале «Симпсоны» в первом эпизоде пятого сезона. Более того, мне даже в преддверии этого обзора кино вспомнился был какой-то художественный фильм, где они в том числе гонялись за этой маркой. Потому что она уже тогда, этот фильм был в 80-х или 90-х годах. Не знаю такой. Тоже они гонялись за филателистом, у которого была эта марка с «Перевернутым Дженни». Но тогда в фильме она оценила что-то в 250 тысяч долларов. Это фильм 90-х годов. Ну да, все уже подросло. Все уже подросло. Сейчас, получается, 2 миллиона ее на аукционе реализовали. Вот, понимаешь, опять же инфляция, как у нас идет. Давай еще чуть-чуть к грустному и серьезному. К чему серьезному? Тут настолько с тобой грустного и серьезного. Ну, слушай, ну, тут провели вот опрос, выяснилось, что 46% россиян недовольны своим выбором профессии после школы. При этом 47% опрошенных россиян не работают по специальности, полученной после окончания школы. Или в вузы, кстати. Да, или вузы. А еще 33% были вынуждены переквалифицироваться. А вы довольны своей работой, к слову сказать, уважаемые дамы и господа? Вы работаете по специальности или нет? Ну, кстати, вот эта вот система, когда ты после школы, действительно, в 17-м или сколько, в 18-м лет должен выбрать профессию, мне тоже всегда казалось странной. Нет, ну ты же поступаешь в университет, выбираешь 17 лет после окончания школы. Это очень сложно в таком возрасте. Ну, тем не менее, определяться-то надо, в какой вуз. Ладно, через несколько минут традиционный обзор новинок кинопроката, а пока бизнес-новости по серебряным дождям. Ну, предвосхищая сразу ваши вопросы, скажу, что если вы вдруг упустите название какого-то фильма, то сегодня после полудня в Телеграм, в Дзене, серебряного дождя, будет обзор всех новинок кино, которые вам сейчас, я думаю, с удовольствием представит Татьяна. Да, коротеньким списком. Что нас ждет? Да, что в кинотеатрах посмотреть, друзья? Ну, смотрите, во-первых, выходит победитель программы «Особый взгляд» Кан-2023. И фильм называется «Форс-мажор». И рассказывает он, как ни странно, вот в этом году в Каннах победила картина «Анатомия падения», которая рассказывала про, так скажем, эксцесс на горнолыжном курорте. И вот этот фильм, который называется «Форс-мажор», он тоже рассказывает, как ни странно, про горнолыжный курорт. Вот почему-то захватили горнолыжники в этом году Кана целиком и полностью. Там рассказывается про семью с двумя детьми, такую типичную, это, кстати, фильм из Швеции, которая приезжает на горнолыжный курорт, чтобы там отдохнуть, и все у них идиллически прекрасно. Но в какой-то момент, сидя на террасе и обедая с прекрасным видом на горы, семья видит, как на них спускается лавина. И в этот момент, как бы довольно опасный, когда отец семейства должен, наверное, как-то защитить своих детей, он просто убегает из-за стола. Потом все нормально, как бы лавина оказалась не такой опасной, все выжили, все замечательно, но вот этот вот эксцесс, он как бы меняет вообще отношения и в семье, и самого мужчины, к тому, что происходит с ним и в его семье. А что он убегает-то? Это как в... По телевизору, в комедий-клабе было «Ля ты, крыса!» Ну, вот на этом фоне начинается движение. Ну, понимаешь, наверное, жена думает так. У мужчины, наверное, другой взгляд на это. И, в общем-то, это такой фильм, наверное, про кризис семьи, про мужской кризис, в первую очередь, внутри этой семьи. Про то, как тяжело действительно быть мужчиной, быть частью семьи, нести ответственность за своих детей, за свою жену. Вообще про отношения, про сложности супружеской жизни. В общем, про все, что касается буквально каждого, наверное, первого человека на этой планете. В общем, наверное, поэтому этот фильм такую популярность я снискал, и так понравился критикам. Он такой иронично солененький, я бы сказала. То есть там есть где подумать, есть где погрустить, есть где улыбнуться, узнать себя, узнать, может быть, как у кого-то из знакомых. В общем, фильм «Форс-мажор», посмотрите, я советую, потому что, ну, все-таки это фестивальное кино, опять же, победитель особого взгляда. Так что это точно хороший фильм. И замечательные горные лыжи, и пейзажи. Да, еще, кстати, это тоже приятно. Если нет возможности поехать, хотя бы на это посмотреть. Посмотреть. Согласен. Да. Из российского выходит фильм, который очень многие, я знаю, ждали. Называется он «Легенда о самбо». В общем, он рассказывает о том, как... Становилась самооборона без оружия. Нет, как самбо, в принципе, да, создавалось в России, потому что там довольно интересная действительно история. Два человека стояли у истоков, причем два враждующих человека между собой изначально. Да. Да, да, да. И все это происходило еще, так скажем, в раннем таком Советском Союзе. Фильм несколько психоделического вида, честно говоря, как мне показался. Он очень такой какой-то показной, немножко вычурный по картинке, по характерам героев, по их взаимоотношениям, но неплохо показывающий вот именно историческую подоплеку, и в то же время героев хорошо раскрывающий. То есть довольно действительно любопытное кино. Это же наш вид боевых искусств. Мы в России его изобрели. Это да. Дошифровывается как самооборона без оружия. Вот, вот, вот. Начало становиться в начале 20 века. Мы очень активно его продвигали, и до сих пор, я не знаю, сейчас этот спорт является, остается он олимпийским или нет? По-моему, остается. Ну, точно он очень популярен в России. В СССР, вот в странах бывшего СССР. Ну, даже в России он же очень популярен. Очень много людей и детей, я знаю, которых отдают, например, на секции самбо. Да, да, да. Так что можно вот про это посмотреть. Есть еще очень странное кино, но это вот моя любовь, я очень люблю странные фильмы, которые непонятно вообще о чем тебе говорят, а потом как поймешь, как поймешь, и вся жизнь твоя перевернется. Фильм называется «Ниша». Это российское кино про такого Славу, который работал грузоперевозчиком, все у него так, знаешь, членомирно, как у всех, непонимающая его жена. И в какой-то момент он решает все изменить, уходит, в общем, с этой неинтересной работы и становится экстрасенсом-биолокатором. Ну, мы с тобой говорили, да. Сейчас, тем более, можно заработать денег. Вот. И, в общем-то, экстрасенс из него никакой, он что-то все пытается... А локатор какой интересный? Ну, тоже, видимо, не очень. Он все пытается какие-то чудеса сотворить, но у него как-то не получается, не получается, не получается, но в какой-то момент вдруг как получилось, и, в общем, сотворил этот человек моль. Ну, вот появилась... В прямом смысле этого слова? Да, 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 появилась бабочка. Я говорю, это очень странный фильм, друзья, тут нет логики. Относитесь к этому как к сказке, такой иносказательный, очень сильный. А моль оказалась волшебной? Не знаю, насколько волшебной, но она просто появилась, и после этого к главному герою Славе начинают приходить всякие разные интересные личности из тайных организаций, которые то ли его теперь завербовать хотят, то ли проследить за ним хотят. И, в общем, это опасное тайное общество еще надо понять, чего оно хочет, и что оно охраняет вообще в этом мире, и что им Слава может дать. На экстрасенил, понимаешь? Да, на экстрасенил. В общем, это такая, я так понимаю, философский монолог вообще о жизни, о наших каких-то особенностях национальных, тоже, что очень важно. Ну и там немножко вот такого магического реализма, естественно, присутствует, все в очень таких камерных, интересных красках снято. Это любопытное кино, точно очень немассовое, точно абсолютно непохожее, наверное, на все, что рядышком с ним идет в прокате. Еще раз, фильм называется «Ниша». И, кстати, в нем играет Михаил Тройник, который завтра придет к нам в гости. Вот. Да, но придет он в гости не из-за того, что фильм «Ниша» выходит. Я раз хотел у него спросить, вот создал он «Моль» и... Он там не главную роль играет. Ну вот. Он там не главную роль играет, он там играет одну из второстепенных ролей, но еще с ним выходит фильм «Папаша в бегах» на этой же неделе. Хочет, я видел рекламу. Да, который начинается как раз-таки на этой неделе тоже. И вот с презентацией которого он завтра к нам и придет в гости. «Папаша в бегах» — это такая замечательная семейная комедия, которая рассказывает про человека, который вот-вот должен стать отцом, наконец-то уже, ну, долгожданный ребенок уже должен появиться. И в последний момент, знаешь, его накрывает такой страх. Он понимает, что он не готов, он не хочет идти на парные роды, он вообще боится всей этой ответственности, он боится, что все пойдет не так и жену, он в удовольствии разлюбит, и с отцовством он не справится. И, в общем, он решает поехать на Колыму, но он работает вахтовым местом. Он решает просто вне смены, так скажем, поехать в смену, пока там роды совершатся, а потом он как-нибудь разберется. По пути, в общем, он встречает беспризорника Колю, который сначала пытается у него там вещи украсть, потом, будучи пойманным, начинает шантажировать главного героя. В общем, таким образом они там вываливаются из поезда, оказываются в лесу, полиция начинает думать, что это взрослый мужчина украл ребенка. Да, да, да. И пока главные герои идут на Колыму вдвоем буквально. Идти на Колыму вдвоем? Обычно оттуда ходили? Ой, не на Колыму, простите, они в Когалым идут. Вот пока. Ну, примерно то же самое, да. Пока они идут, в общем-то, в Когалым, за ними все, естественно, там охотятся и полиция, и всякие общественники, и жена, наверное, где-то там тоже хотел бы, чтобы ее муж уже нашелся. Между родами там где-то. Да, но на самом деле, это очень такое светлое кино про то, как действительно нужно бороться со своими страхами, про семью, про то, как важно вообще, наверное, быть рядом с любимыми и дорогими тебе людьми, и как важно быть вообще человеком, в принципе. Про детство, про... Смотрите, что нам пишут. Сколько уже можно переснимать этот фильм? Есть два фильма по аналогичному сценарию на склоне 20-го года и форс-мажор 14-го года. Это, видимо, имеется в виду в продолжении того шведского фильма, когда вряд ли это про наш, про то, что ты сейчас рассказываешь. Ну вот, тем не менее, видите, критики хорошо оценят эти фильмы. Наверное, поэтому и снимают. Я, честно говоря, не видела ни тот, ни другой, поэтому не могу ничего сказать, насколько он близок. Горы? Они красивы. Да, про горы всегда идеально снимать. Это всегда хорошо. Так вот, фильм «Папаша в бегах», я вот прямо на него рекомендую сходить, наверное, с семьей, потому что действительно редкий случай, когда это семейная комедия без всяких каких-то шуточек ниже пояса. То есть она и бабушкам, и дедушкам хорошо зайдет, и мамам, и папам, и всем расскажет какую-то хорошую, добрую историю. Туалетный юбор, потому что утомил в нашем кино, честно. Ну вот да, такое есть. Есть еще тоже похожая, такая полуромантичная, полусемейная комедия, которая называется «Моя ужасная сестра 2». Это продолжение фильмы. Первой части. Да, «Моя ужасная сестра», там, где, в общем, пара сходится, у каждого из них по дочери. И девочки, естественно, враждуют, ненавидят друг друга, потому что теперь они сестры, но надо еще как-то прижиться. Тут девочки уже наконец-то прижились, у них все хорошо, у них появилась даже третья уже сестра, так скажем, совместная. Вот, ну а тут родители решают развестись. И начинаются, в общем-то... Только подружились, а тут опять, да? Да, и тут начинаются проблемы, с кем третья сестра останется. В общем, девочки решают устроить соревнования между их родителями. Кто больше баллов наберется, тем ребенок останется. Ну, все это в таком комедийном ключе. Как понимаю, все равно любовь в итоге победит, наверное. Чейтфин-то? Наш, конечно. Наш? Российский, российский. А, ну кто еще может такое придумать? Это все про российское кино. Вот ужас, спустившийся к нам на крыльях ночи. Так. Гардемарина 1787, война. Помнишь, я рассказывала, что недавно, ну, может быть, месяц назад... Только не говоришь, что там и Харатян там есть. Да, 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 все они там есть. Я же рассказывала, что до этого выходил фильм Гардемарина 1787, мир. А теперь Гардемарина 1787, война. Это прямое продолжение вот фильма мир. С теми же самыми героями, с тем же самым сюжетом. Просто вот их разделили на две части. То есть креативность вышла из чата просто? Гардемарина теперь будет... Там адекватность вышла из чата, в принципе, разум вышел из чата, там все вышло из чата, потому что вот фильм, который заглавили мир, его критики просто на клочки, вот, мне кажется, разодрали. Так же, как и зрители, потому что говорят, ну, такого, такой лютой чуши, даже наше российское кинопроизводство не видела уже давным-давно. Ну, снимают, видишь, вкладывают. В двух частях, понимаешь? В двух частях, что-нибудь при празднике Министерства культуры. Да, сто процентов. И там, понимаешь, там вот эта вот патриотичность, вот это, в общем, они извратили все, что могли извратить, связанное с гардемаринами. Очень обидно за эту историю, которая раньше была такой доброй, светлой, просто, вот, знаешь, которая приятна на празднике включить фоном, посмотреть. А теперь уже как-то не очень приятно. Вот заморали просто, заморали. Я соглашусь с тобой, это ужасно, конечно. Вот эти вот пересъемки старых вот этих фильмов. Гардемарины, содержащий продукт, вот нам пишет Дэн Браун. Да, вот так оно примерно и есть на самом деле. Так и есть, да. В общем, это я вам точно не советую смотреть, просто вот обратите внимание, что вот это выпускают в наши кинотеатры. Вы можете врагу своему подарить. Билетик на кино, подгонщик тебе. Посмотри, чтобы сойти с ума окончательно. Смотрите, Китай привез к нам драму, то есть Китай снял заменитель вот этих вот фильмов про танцы. Много же вот этих фильмов у нас. Шаг вперед, что-то там их уличные танцы, много франшиз, они все примерно под копирку сделаны. Вот теперь Китайская к нам приехала. Называется она «Шаг к мечте раз и навсегда». Как оригинально. Ну да, и там, как всегда, про молодого танцора, только, естественно, который живет в Китае. Он ведет такую непростую жизнь, работает аниматором, ну, хорошо танцует при этом. Его замечает какой-то крутой тренер, у которого классная танцевальная команда, берет его к себе, и вот так мальчик начинает идти к успеху. Все, естественно, сложно сначала, надо подружиться с командой, надо научиться танцевать новые вот эти танцы, победить в каких-нибудь баттлах, но, как всегда, в конце все будет замечательно, я думаю. Ну, в общем, кто любит фильмы про танцы, мне кажется, интересно посмотреть, и что на эту тему сняли в Китае. И выиграет он все китайский танцевальный конкурс. Вполне возможно. Может быть, даже и не китайский, кто его знает. В общем, «Шаг к мечте раз и навсегда» называется. Не знаю, кстати, провокационно. Знаешь, в Китае-то танцевать на улице не очень как-то так принято. Там, знаешь, все непросто, да. Там танцевать на улице... Могут покарать? Могут. Могут. И там народу еще много. Ну, вот видишь. Понимаешь? Ну, посмотрим, что у них получилось. Да. Кстати, очень симпатичная комедия, вот французская, тоже выходит в прокат, которую я бы, наверное, вам посоветовала. Называется «Книга решений». Примечательно то, что этот фильм сняла Мишель Гандри, это режиссер фильма «Вечное сияние чистого разума», например, рассказывает фильм про такого непризнанного гения режиссура, который заканчивает свой новый фильм, и тут студия его вызывает и говорит, слушай, такой бредный снимал, иди-ка ты отсюда, не будем мы твой фильм выпускать в производство, в общем, все плохо, даже не заканчивай его. И вот главный герой, он, естественно, расстраивается, но решает с коллегой все-таки завершить фильм тайно от студии. Он выезжает в дом загородный к своей тетушке, и там начинает думать, как же все-таки ему это кино сделать классным, креативит очень много. В общем, это такая милая комедия про творчество, про творческих людей и про творческий подход к жизни. И это в плане не то, что все должны быть режиссерами или какими-то там актерами, или художниками, а в том, что, привнося немного разнообразия творчества в свою жизнь, каждый становится немножко художником, и это очень раскрашивает нашу жизнь. Ну, французы любят делать такие. Да, очень смешное, трогательное, замечательное кино, правда, называется «Книга решений». Посмотрите, мне кажется, это очень поддерживающий фильм, который сейчас всем необходим. Есть боевик «Уцелевший», который приехал из США. Там довольно типичная история про то, как спасательный вертолет морских котиков летел-летел где-то в горах Афганистана, не долетел, выжил один только, да, человек, и ему теперь в тылу врага, так скажем, надо как-то выживать. А тут еще он и ребенка находит местного, которого тоже надо спасти, потому что он там потерялся, остался один. И вот, в общем, суровый мужчина. Актеры какие-то есть, короче? Он, честно говоря, абсолютно неизвестный актер, я так понимаю, вообще боевик такой. Средненький. Довольно не первой категории, скажем, мягко говоря. Скорее всего, даже второй или третий. Ну, вдруг кому-то будет любопытно. Давай прервемся и продолжим уже через пару минут. Я напомню, если вы вдруг упустили название какого-то фильма, присоединяйтесь к дзену «Серебряного дождя». Там просто Татьяна написала как раз. Ага. Привет, привет. Да. Что посмотреть, конечно, расскажет Татьяна Котина в рамках традиционного четвергового обзора новинок кинопроката. Да. Так вот, боевик, на котором мы остановились, называется «Уцелевший». Вдруг кто-то захочет посмотреть. Такой вот некоммерческий боевичок из США. Из хорроров пришел фильм, который называется «Астрал Сомни». Это очередной? К «Астралу» никакого отношения не имеет. Которую неделю-то. Я уже устала каждый раз. Я думаю, слушай, это тот, опять не тот. «Астрал» и «Паранормальные явления» просто. Вот это любимая фраза наших локализаторов. Мне кажется, им нужно просто заклеить рты, чтобы они перестали эти фильмы произносить. Слушай, знаешь, давай скинемся, купим мы слова синонимов. Ну да, может быть, как... Слова синонимов мы отправим уже, чтобы... Что, ребята, с вами не так? Ну, пожалуйста, ну, перестаньте уже эти слова используют название фильмов. Ну, это доело, действительно, уже. Да, но тем не менее, этот фильм выходит в прокат под названием «Астрал Сомни». Он, кстати, любопытно то, что этот фильм рассказывает про пандемийное время. В общем-то, там у девушки есть подруга, все они сидят на карантине, естественно, и вот подруга начинает жаловаться, что что-то с ней не так происходит, плохо она себя очень чувствует. В общем-то, подруга решает ее спасти, приезжает к ней в дом, и выясняется, что девушку отливают какие-то очень странные сны, которые ее пугают, и ей кажется, что сны настоящие, что вот она в них как будто бы кого-то видит, и как будто бы там можно прямо умереть, или кто-то может погибнуть. В общем, что-то непонятное. И, прибыв к подруге на помощь, в общем, главная героиня в какой-то момент тоже начинает в это же погружаться, тоже начинает видеть эти странные сны, и там какое-то чудовищное существо, которое то ли хочет всех поглотить, то ли хочет просто лишить жизни главных героинь. Непонятно, вот с этим надо разбираться. Выглядит, правда, очень жутко. Такой классический хоррор, со всякой нечестью, вылезающий из разных щелей и углов дома в непонятный момент, а так как это еще и сны, ты вообще начинаешь путаться, где реальность, где сон героев, да, и прямо так пробирает, можно сказать. Но с кожей, в принципе, в каком-то смысле с астралом, хотя, конечно, там другой немножко. Ну, тут не про астрал, да. Тут не про астрал, да. Тут не про астрал, да. Это скорее про нормальные явления. Ну, вот сон нет. Ну, в общем, фильм называется «Астрал Сомни», не важно, он вообще отдельная история, как бы вот его, наверное, любители ужасов могут посмотреть. Есть документальный фильм, который тоже выпустили в наш прокат, называется он «Версачи». Отгадайте, про кого он будет. Ой, подожди, про, наверное, про Шанель. Нет, про Диор. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Может быть, про Тома Форда. Может быть. Ну, в общем-то, про Джанни Версачи, естественно. Главное, что там рассказывают про его жизнь, модели, которые с ним работали, люди, которые с ним сотрудничали, и просто рассказывают про их знакомство с ним, про то, как был обставлен его дом, про то, как он работал, про то, как он создавал там свои шедевры моды. И такое классное посвящение, мне кажется, те, кто интересуется вообще модой, биографией Джанни Версачи, будет очень интересно это посмотреть. Про убийство интересное место или что-нибудь? По-моему, нет. Там все это обходит стороной. Там именно вот про личность, про творчество человека. Потому что про его убийство, мне кажется, сняли миллион уже документалок. И это уже такая пережеванная всеми тема. А вот все-таки больше сосредоточиться на том, что он успел сделать при жизни. Называется Версачи. Детей можно сводить на мультик Супермозг. Знаете, кто его снял? ЮАР. Подожди, был Супермозг же в какой-то фильм. Супермозг есть, да. Мегамозг, это американский мультфильм, да, есть. А это вот ЮАР выпустил фильм, который называется Супермозг. Там рассказывается про мальчишку Нормана, который просто такой обычный школьник. Он очень любит читать комиксы про пришельцев. И в какой-то момент вдруг пришельцы начинают разговаривать с ним через его голову. Оказывается, что есть какой-то космический злодей, Супермозг, который питается разумом существ, и он решает, что Земля станет следующей его целью. Он хочет поглотить разум людей, и он дистанционно может в этих людей, как бы, этими людьми управлять. То есть он вселяется в их мозг. Соответственно, дети будут с помощью добрых инопланетян, которые хотят предотвратить вот это вторжение, и которые тоже могут в этих детей свой разум вселять, бороться с этим злом. Там есть шапочки из фольги. Натурально. Вот прям настоящие шапочки из фольги, чтобы инопланетяне не проникли в мозг людей. В общем, по-моему, довольно забавный такой славный мультик про всякое. Я думаю, что у нас он вообще зайдет на ура. Вот, я тоже подумала, да. Локализатор скажет, да, да тут же столько параллелей сразу же в голове выражается. Вот, вот, вот. Да, там вышки 5G, вся вот эта вот история. Чипизация, вот это все. Я думаю, взрослые так же кайфанут, как и дети на этом мультфильме. Супермозг он называется. Мне кажется, взрослые просто смогут именно вот с другой стороны, вот с этой вот юмористической перекладывайной реальность и посмеяться от души. Что даже дети могут с этим справиться, да, а мы нет, мы боимся. А мы нет. И есть еще немецкий фильм, который называется «Детектив Таба». Рассказывает он про 11-летнего мальчика, который живет в саванне в маленькой деревушке, и его родители, в общем-то, охраняют заповедник, он вместе с ними. В какой-то момент появляются ужасные браконьеры, которые начинают охотиться на носорогов, и мальчик, как детектив, будет расследовать, кто же это делает вместе со своей подругой. Там просто милейшие маленькие носороги есть. Маленькие носороги? Да, там маленький носорог, у которого, к сожалению, убили маму, и вот его, как бы, ребята забрали, чтобы о нем заботиться, но его там очень много. Он настоящий, живой, не компьютерный, и это так мило, господи, это даже, мне кажется, милее, чем капибара. Через несколько минут присоединяем к нашему разговору Татьяну Мужицкую и попутно приглашаем вас в телеграм-канал «Серебряного дождя». Зачем? Чуть позже.